Эта бабушка живет в Балиюрте по улице Гагиева. Она одинока и очень стара. Есть родственники, но нет детей. Есть женщина, которая якобы ухаживает за ней, забирая всю ее пенсию. Но, несмотря на это, не получает хотя бы минимального внимания. Дверь всегда сверху заперта. Бабушка кричит и зовет на помощь. Именно такую информацию и фотографии сбросили неизвестные в социальной сети. Новость мгновенно облетела весь интернет-ресурс. Люди негодуют, как такое вообще возможно? Почему за бабушкой не ухаживают социальные работники и куда смотрит местная администрация? Мы выехали на место с уполномоченным по правам ребенка Заремой Чахкиевой. До нее также дошла информация, что с бабушкой бывает малолетний ребенок. Это полуразвалившееся жилье вряд ли можно назвать домом. Стекла снаружи все побиты. Окно, которое ведет из коридора в комнату, завешено старым одеялом. В помещении от неприятного запаха находиться практически невозможно. Самой бабушке в доме не оказалось. Мы поинтересовались у соседей, правда ли то, что пишут о ней и где теперь находится пожилая женщина. А яхача, а яхача, ка хищу олдик. Хищ ухал олдик. Хищ ухал яхача. Но су условиш ка хы тез? Су условиш летом чече зимой тез. До ка из-за чего ехать? Пока мы общались с соседями, подъехали представители социальной защиты, администрации Назрановского района и села. В последнюю, в свою очередь, заверили, что часто навещали бабушку и помогали по мере возможности все эти годы. И, мягко скажем, удивлены, почему только сейчас она вызвала у людей повышенный интерес. Десять лет мы сейчас смотрели, ничего не знали. А теперь, как только что-то бросил, все сразу узнали. К разговору подключились остальные соседи, которые подтверждают, что за бабушкой действительно смотрели и они, и администрация. Просто характер у нее не из легких и помогать себе особо не дает. Ну а представители социальной службы говорят, что были здесь в 2014 году. Еще тогда родственница бабушки написала письменный отказ в ее обслуживании. Ей нужна была сиделка. У нас, к сожалению, в центре таких услуг нет. Во-первых, это законодательством, как говорится, не предусмотрено, потому что сиделка, это должен быть специализированный с медицинским образованием, со своей лицензией человек. У нас такой службы нет в центре. А от надобного обслуживания социального они отказались. Письменный отказ есть у вас? У нас есть, вот я же говорю, служебная записка. Затем мы направляемся к Мадине Талдиевой, которая на сегодняшний день является опекуном бабули. У самой Мадины пятеро детей и престарелая свекровь. Но оставить женщину одну в таком состоянии она не может. И это несмотря на то, что рядом живут близкие родственники бабушки, которые не принимают никакого участия в ее нелегкой судьбе. Нам удалось увидеть Зайдад Бацаеву, который, надо сказать, находится в хорошем расположении духом. Но сама Мадина заверяет, что судьбой бабушки никто не интересуется. Кто интересуется? Фадиджес? Вот соседи наши и все. Больше кто-нибудь приходил? Также нам удалось выяснить, что бабушка живет уже в чужом доме. Продала она его якобы много лет назад своим родственникам. Так кто, а главное, зачем закинул эти фотографии? У Мадина Талдиевой свой ответ на этот вопрос. Те, которые там были два-три дня назад. А кто там был? Просто приезжие девушки. А почему вы им разрешили зайти? Я дома была. Так ее фотографировали два-три дня назад? Нет, это было уже три-четыре года назад фотки ее. Представители социального отдела заверяют, что готовы хоть сегодня предоставить работника, который будет помогать бабушке. На наш вопрос, где же они были эти годы, нам ответили так. Что мы можем для нее сделать? Вот она постельно больная. От нас, вот от наших услуг отказываются. Нам говорят, не надо сюда заходить, приходить. Мы сами справляемся. Вот и все. А так, я знаю, что я участковым врачам звонила, я с ними разговаривала. Они говорят, все нормально, за ней уходят. Есть там медсестра, хорошая очень, тоже сама даже приходит, за ней смотрит. Так что сказать, что я не знала, что с ней происходит, мы не можем сегодня. Все же, несмотря на заверения представителя администрации и социальной службы о проявленном внимании к пожилым людям, мы вооружились списком одиноких стариков из той же администрации и выехали пообщаться с несколькими из них. Узнать, какую реальную помощь им оказывают. В первом же доме мы столкнулись с родственницей одной бабушки, которая однозначно заверила, что социальные работники здесь не появлялись и, соответственно, ни разу не предложили свою помощь. А соцработник вообще? А вот Фердос Аздоева после смерти матери совсем осталась одна. Она поделилась с нами, что сама отказалась от их услуг. Приходить они приходили, но, выпив за компанию чашку чая, удалялись по своим делам. Пока социальные службы и затерявшиеся родственники перекладывают ответственность друг на друга, несчастные старики доживают свои дни в одиночестве, а ведь им необходимо всего лишь внимание. Этот вопрос уже стоит на жестком контроле у руководства региона. Ну а в случае заедает Бацаева ее опекун, кстати, в очередной раз письменно отказалась от услуг социальных работников, а значит, всю ответственность за нее берет на себя. Светлана Томова, Майербек Мержоев, Новости 24.